В эфире Вести Хакасия. В студии для вас работает Татьяна Донцова. Здравствуйте. И в этом выпуске вы увидите. Лесоповал в черте города. Частные застройщики превратили северную дамбу Абакана в заброшенный пустырь. Погода аграриям не помеха. В Хакасии дан старт посевной кампании, хотя синоптики прогнозируют снег. НЛО над Абазой. Две школьницы увидели и даже сфотографировали летающую тарелку. Абакан – самая стабильная по теплоснабжению территория Хакасии. Но уже в ближайшие годы ситуация может измениться. Специалисты этого не скрывают. И даже уже предпринят ряд мер, который должен оградить от возможных проблем. Привести к нехватке мощности может активная застройка города. В том числе в рамках проекта Абакано-Черногорской агломерации. Сегодня Абаканская ТЭЦ переживает самую масштабную в своей истории реконструкцию. На нее будет потрачено 10 миллиардов рублей. Что изменится после завершения работ, выясняла Елена Крылова. Более 600 человек 24 часа в сутки. Работа на Абаканской ТЭЦ идет непрерывно. Установленный на память камень с датой начала монтажа нового энергоблока практически засыпан строительным грунтом. Здесь для торжеств сейчас времени нет. На ТЭЦ глобальная перестройка. Сейчас можете увидеть, что смонтирована галерея. Монтируется галерея топливоподачи, монтируется эстакада связи. В существующем корпусе уже начаты работы по монтажу трубопроводов высокого давления. Достаточно длительный процесс. То есть практически по всем объектам на данный момент ведется работа. Сроки окончания работ август 2014-го. Но скорее всего энергоблок сдадут раньше. А пиковый период стройки придется на это лето. В июне работников здесь станет вдвое больше. Мы заявились на поддержку по налогам от республики Хакасии. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении. Чувствуется поддержка по выдаче необходимых разрешительных документов. Очень достаточно быстро проходит согласование в соответствующих министерствах и ведомствах. Поэтому в Хакасии строить можно. Экономические обоснования имеют и оперативность. Деньги более 10 миллиардов рублей инвесторов, а не кредиты. И чем быстрее мы получим конечный продукт, тем это выгоднее для региона. Свои плюсы в обновлении ТЭЦ получит и город. Сегодня Абаканская ТЭЦ полностью покрывает потребности города. Перебоев с теплом в Абакане нет. Но учитывая интенсивность жилищной застройки, ее мощности хватит не больше, чем на 5 лет. А после того, как на Абаканская ТЭЦ подключат новый энергоблок, это позволит ввести в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров недвижимости. Сам проект Абаканская ТЭЦ создает дополнительные резервные мощности. Появляется значительная возможность по развитию как самого города Абакана, так и прилегающих окрестностей. То есть в формате агломерации прорабатываются возможности подключения объектов, находящихся за чертой города Абакана. Елена Крылова, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Одним аварийным участком в республике станет меньше. Уже в этом году в районе поселка Расцвет появится надземный пешеходный переход. Подтверждение этому было получено в ходе встречи временно исполняющего обязанности главы Хакасии Виктора Зимина с новым начальником Федерального управления автомобильных дорог «Байкал-Управтодор» Андреем Наножкиным. На сегодняшний день проект безопасного перехода уже полностью готов. Однозначно в плану этого года включен, финансирование доведено, проводим торги. Там срок строительства небольшой, поэтому в этом году однозначно пешеходный переход будет. Я вас благодарю. Просто ни с чем это нельзя сравнивать, ни с какой экономической деятельностью, ни с каким покрытием. У нас несколько уже было трагедий на этом участке. Единственное, я знаю, что там есть вопрос у жителей. Но здесь нужно так. Регламент есть регламент, СНИПы есть СНИПы. Я не буду вмешиваться в этот процесс. Я не думаю, что тут нужны слушания. Если есть меры безопасности, они должны будут соблюдаться всеми участниками. Напомним, надземный пешеходный переход возведут на участке, на котором в результате ДТП за последние годы погибло несколько человек. Трагедия, произошедшая полтора года назад, переполнила чашу терпения жителей расцвета. От устных и письменных просьб о безопасе движения через дорогу люди перешли к действиям. Они даже перекрывали трассу. Глава республики принял решение раз и навсегда исключить этот участок из числа аварийных. Трасса федеральная, поэтому решить проблему быстро не получилось. После долгих согласований сегодня можно говорить о том, что вопрос с безопасностью жителей расцвета снят. Еще более масштабное строительство ждет в ближайшее время жителей северной части Абакана. Здесь уже заметны перемены, которые, кстати, не очень радуют жильцов окрестных домов. В районе Полярки уничтожены несколько гектаров леса. Все это ради нового проекта. Масштабы оценил Константин Кравцов. Сегодня здесь уже не работает тяжелая техника. В районе Северной дамбы исчезла целая лесополоса. По замыслу застройщика на этом месте будет коттеджный поселок, не имеющий аналогов в Хакасии. Однако цена такой уникальности не по душе жителям окрестностей. Был лес, грибы собирали, все, птицы жили. Сейчас все пусто стало. Ну как можно? Ну как можно столько леса вырубить? Охранная зона тем более? Тем более охранная зона водоема. Мы когда строились, нас за сколько отправили. Ну я не знаю, это... Ну нам очень не нравится. Они со льда сейчас ничего не приберут. Уже не приберут, потому что она вмершая. Значит, деревья, которые были затоплены, они так и остались подо льдом. В которых свалила буря, вон они свалены. Все работы ведет известное в республике агентство недвижимости. Сегодня его представители от интервью на камеру отказались, сославшись на большую занятость. Притом подчеркнули, ничего противозаконного в их действиях нет. Ведь все согласовано с городской администрацией. Муниципальные экологи подтверждают, препятствий к вырубке леса нет. А вот архитектор Светлана Крылова говорит, участок в 60 тысяч квадратов городу давно не принадлежит. Земля частная, а значит, хозяин барин. Для размещения вот этой застройки они выполняли проект планировки, проходили публичные слушания. И теперь, очевидно, ведут подготовительные работы для осуществления строительства. К слову, строители уже презентуют свое творение. Пока в графике. На месте пустыря за три года должен вырасти новомодный город-сад. Коттеджи и таунхаусы в спальном районе вблизи водоема. И все это обособлено забором от глаз любопытных зевак. Это больше, чем простое удобное место. Это символ успеха, комфорта, уверенности и процветания. Меж тем, местные жители все еще верят. Символом успеха и уверенности диковинного поселка станут и те деревья, которые вполне смогут посадить его будущие обитатели. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. Громкое дело в отношении главы администрации Абакана вновь прекращено. Об этом сообщили в следственном управлении Хакасии. Добавим, что постановление о прекращении уголовного преследования Николая Булакина следователи выносят уже во второй раз. Дело было возбуждено в мае 2011 года. Напомним, абаканский градоначальник подозревался в коррупции. По версии следствия, он, злоупотребляя служебным положением, назначил себе и нескольким подчиненным финансовую надбавку за работу с некими секретными документами. Несколько раз расследование продлевали, а в июле прошлого года дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Затем возобновили и вновь прекратили. В хозяйствах Хакасии приступили к посевной и довольно оригинальным способам, а точнее, по давно забытой технологии, то есть встылый грунт, не дожидаясь, пока земля оттает. Сельхозпредприятие «Овцевод» – это в Аскизском районе начало высеивать семена одним из первых в республике. Речь идет пока не о зерновых культурах, а о многолетних травах. В прошлом году предприятию удалось собрать хороший урожай собственных семян донника. В этом году посевные площади под него увеличивают. Минусовая температура не вредит технологическому процессу. За счет ранних сроков посева уже в этом сезоне аграрии планируют собрать большие объемы продуктивной массы на корм животным. Тогда, как обычно, хороший урожай эта культура дает на второй год. Донник переносит эти минусовые температуры. Первое тепло, он зайдет, и уже в апреле, я думаю, мы получим сходы. Значит, это технология, ну, по-моему, давно забытая. Мы начали первый, будет результат, я думаю, и кто-то возьмет за основу и тоже будет заниматься. Фото, которое может стать сенсационным, сделали две школьницы из-за базы. Они успели запечатлеть летающую тарелку, возможно, пришедшую из космоса. Объект появился и исчез очень быстро. Но в том, что это был именно НЛО, очевидцы нисколько не сомневаются. О своей удаче юные фотографы рассказали моему коллеге Алексею Гончаренко. Снимки были сделаны во время прогулки по городу на мобильный телефон. По приходу домой они тут же были скопированы на более мощный носитель и увеличены в размерах. Не то, чтобы не верила своим глазам, говорит одна из очевидец Соня Кудрявцева, но просто хотелось рассмотреть объект подробнее и еще раз все же убедиться, что ничего не показалось. Ну, когда мы ее увидели, мы обалдели тарелку, что она как бы была черной, ой, такого цвета металла. Активное участие в редактировании снимков приняли родители. Тоже хотелось разглядеть, что попало в объектив их дочери и насколько крупным был пролетавший почти бесшумно предмет. Наверное, в диаметре будет, ну, наверное, поменьше, конечно, чем самолет. Но мне кажется, гораздо больше, чем вертолет. Но форма объекта была такой, какой на планете Земля летательным аппаратам еще не придают. И что в земной цивилизации принято называть летающей тарелкой. Мы увидели там и жерла, увидели движение горячего воздуха. А когда сделали тепловую обработку, то в нижней части тарелки, обратили внимание, что там, наверное, где-то 7 или 8 таких окошечек идет. На том самом месте, над которым пролетал объект в форме тарелки, возможно, есть еще очевидцы, рассказывает автор снимков. А может быть и нет. Предмет появился и исчез неожиданно. В поле зрения находился считанные секунды и практически беззвучно. Школьницы заметили предмет, поскольку фотографировались на фоне местности и что-то увидели в объективе. И оглянулись. Предмет не улетел, а именно исчез. В Абазе и ее окрестностях неопознанные летающие объекты замечали и раньше. Случай не первый. У моей мамы есть подруга, она тоже оказалась случайным свидетелем. Вот увидела тарелку, но она вообще увидела, как та выпустила луч. И она вот стояла, наверное, несколько минут и три наблюдала именно за лучом и за самой этой тарелкой. Охотники, мужики, которые в тайге нередко видят тарелки. Если раньше фактов увиденному предоставить не могли, то теперь есть доказательная база в количестве трех снимков. Их отправят специалистам. Может, уфологи объяснят, что же все-таки пролетало над окрайной Абазы в марте месяце 2013 года. Сегодня природа в очередной раз удивила жителей республики. Мокрый снег чередовался с солнечной погодой. В ближайшие дни синоптики обещают резкие перемены, которые, кстати, могут сказаться на паводковой обстановке. В завтрашний день на большинстве территории Хакасии ожидается ясным. И, как следствие, метеорологи прогнозируют большой суточный ход температур. Ночью мороз до минус 15, днем воздух прогреется до плюс 9. В пятницу новый сюрприз. Республика будет находиться во власти очередного циклона. 5 апреля в связи с прохождением холодного фронта в отдельных районах нашей республики ожидается усиление северо-западного ветра до 23 метров в секунду. Осадки преимущественно в виде мокрого снега. По северу республики и в горных районах прогнозируется сильный мокрый снег. И у меня на этом все. Напомню, телефон нашей редакции 22-72-82. Мы ждем ваших звонков. Звоните и смотрите Вести. До свидания. Продолжение следует...